Вот они ночью пробили, вчера вечер, вода стала уходить, вся не ушла, конечно. Всё это превращается в плесень и буквально через неделю опять затапливается. Вода в подваре достигает порой полутора метров, жалуются жители. Из-за этого в подъездах нет электричества, не работают домофоны и стоит ужасный запах. При этом и выйти из дома проблематично. Кругом сточные воды. И так здесь на протяжении полугода, рассказывают люди. Из-за того, что поднимается выше какого-то определенного уровня канализационные воды в подвале, они доходят до счетовой и у нас отключается свет в подъездах, домофоны, совершенно ничего не работает. Было отключение интернета и телевидения в прошлый раз, это был конец апреля. Это со всех окружных домов, вся канализация исчёт к нам. Я подписал от нашего дома общее заявление на перерасчёт в СКС, на что нам тоже было отказано. Хотя я не понимаю, нам услуга не была поставлена. То есть в январе года все источные воды, причём не только наши, а и окружных домов, а чуть к нам в подвал. Какой же это вода отведили? По словам жильцов, после многочисленных заявок и звонков коммунальщики приезжают и устраняют засор. Правда, хватает этого совсем ненадолго. В доме год назад провели капремонт, заменили все трубы. Но колодцы рядом постоянно затоплены источными водами со всей округи, рассказывают жители. Они пробивают, там у них специальные машины есть, делают, устраняют засор. Но, видимо, настолько всё старая система. Наш дом построен в 59-м году и сдавался к 1 мая трудящимся к празднику. Соответственно, вся канализационная система была построена в 59-м году. То есть вы можете представить, больше 60 лет. То есть она нуждается в какой-то реконструкции. Ну и это должны определять специалисты. Необходимо делать систему диагностики, вот систему водоотведения внутридворовую. Я не специалист, но это должны делать специалисты и определить, почему это. Но мне пришёл ответ, что вы сами виноваты. Что у вас старая канализационная система, что не может наступить внутриквартальной канализации. Колодец, откуда стекают нечистоты, находится в 200 метрах. При этом вода затекает прямо в подвал дома, так как здание оказалось в низине после ремонта дорожного покрытия. Люди уже не знают, куда обращаться за помощью, ведь проблему необходимо решать кардинально.